Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ARSTYLE. В моих руках относительно бюджетный телефон от компании Huawei. Где-то года два назад я делал обзор на бюджетник от Huawei, всячески его раскритиковал, но действительно задело, он был вообще никакой. И очень многие из вас его посмотрели, там достаточно большие просмотры, и многие писали, ты все врешь, это отличный телефон, у меня идут танки на максимальных, он быстрый, он шустрый, но придумывать и оговаривать телефон мне совершенно незачем. Этот телефон ругать какого-то большого смысла нет, он действительно недорогой, здесь относительно простой процессор, здесь средненькое качество фотографий, ужасное качество видео, ужасное, разумеется, качество ночных снимков, но решает цена. И что интересно, в этом телефоне есть вещи, которые встречаются крайне редко или вообще не встречаются в более дорогих телефонах. Например, несмотря на то, что здесь есть вырез, ну хотел сказать в виде капли, но это не в виде капли, он огромный глазок такой, куда спряталась фронтальная камера, здесь есть еще и датчик освещенности о пропущенных вызовах и даже вспышка для того, чтобы можно сделать красивые селфи. Но, конечно, на недорогом телефоне красивые селфи вы не сделаете, качество фотографий ну не очень хорошее, мягко говоря, посмотрите сами, забегая вперед, скажу, примеры фотографий всегда лежат по ссылке под видео. Но есть свои сильные стороны. Опять же, FM радиоприемник работает без подключения наушников. Да, вы скажете, любой Xiaomi так может, но Huawei в более дорогих моделях так не может. Почему такой странный подход взять бюджетный телефон, поставить слабую батарейку, поставить никакую камеру, поставить слабый блекловатый экран с HD разрешением и поставить фишки, которых нет в более дорогих телефонах. Заинтриговал? Начинаем. Телефон весит не очень много по нынешним меркам, всего 150 грамм. Объясняется это тем, что батарейка здесь не очень большая, подробнее расскажу чуть позже, и конечно тем, что он полностью пластиковый. Несмотря на относительно невысокую цену этого телефона, не сэкономили и поставили сканер отпечатка пальцев. Сверху у нас есть разъем для наушников и дополнительный микрофон шумоподавления, на этом тоже не сэкономили. Качество звука в наушниках нормальное. С правой стороны кнопка включения кнопки громкости, динамик у телефона один средненький. Конечно, ему не хватает не только высоких, но и средних частот. Но с другой стороны радио, например, слушать вполне хватает. Напомню, радио работает без собственных наушников и где-нибудь на даче включили, если прием хороший и довольно-таки громко будет, слышно будет. Вполне нормально. Разъем, конечно же, микро-USB и в принципе все. Больше про внешний вид сказать нечего. Телефон полностью пластиковый. Телефон, пластик такой дешманский, конечно. Но с другой стороны он хотя бы из рук не выпрыгивает. Вот, без прикола. Он лежит на руке всем бы телефоном так. Отпечатки, конечно, он собирает. Ну, что тут сказать. Недорогой телефон есть недорогой телефон. Хотя отпечатки собирают и флагманы. С левой стороны лоток, при том лоток 2 плюс 1. Две сим-карты и карту памяти поставить в телефон можно. И переходим к экрану. Экран чуть больше 6 дюймов, разумеется, формата 18 на 9. Рамки огромные. Ну, опять же, мы не ждали каких-то чудес здесь, края закругленные. Вырез сверху можно скрыть специальной настройкой. Вы о нем вспоминать практически не будете. Экран HD+, разрешение, конечно, маловато. Ну, что мы хотим от недорогого телефона? Что понравилось? Есть настройка и цветовой температуры. И в принципе, яркость не то, что хватает, как я обычно говорю. Она на грани фола. Вот на солнышко выйдешь, уже видно плоховато. Но пользоваться телефоном можно. Не стали экономить и на датчике автонастройки работает, притом корректно. Автояркость хорошая. Не замечал, чтобы слишком темно или слишком ярко было. Все настройки практически есть, как в более дорогих телефонах от компании Huawei. А конкретно есть, например, работа расширенная с батареей, с питанием, управлением приложениями, разные фишечки, управление жестами телефона. Все это присутствует. Так же, как и в любом другом более дорогом телефоне. Молодцы, что тут сказать. Версия Android 9 и версия MI оболочка 9.01 на данный момент. Памяти встроенной 32 гигабайта и 2 гигабайта оперативной памяти. 2 гига, конечно, это на грани фола, но не пугайтесь. Напомню, всего лишь каких-то там 4-5 лет назад у нас флагманы были с 2 гигабайтами и нормально, все хватало. Я не в защиту телефона говорю, лучше брать с тремя. Но если вы не собираетесь открывать подряд 60 приложений на телефоне, ну или хотя бы 40, то 2 гига вам хватит. Ну, лучше, конечно, 3 братья. По батарейке. Конечно, чудес никаких нет. Телефон проигрывает видео 6 небольшим часов на максимальной яркости экрана. Это не очень высокий показатель, но и не совсем плохой. Бывает еще хуже. Батарейка 3 и еще, ну, 3000, грубо говоря, миллиампер. 320. И, конечно, на день растянуть можно, но чудес никаких не будет. Телефон к обеду не разжидится, но к вечеру часов 9-10 на зарядку однозначно его ставить будете. Камеры у смартфона, несмотря на то, что он близок к бюджетным телефонам, 3. 13 плюс 8 мегапикселей, есть эффект боке. Камера, конечно, подурезана по сравнению с более дорогими флагманскими устройствами, в отличие от оболочки, но все равно есть украшения, например, можно сделать. Особо внимания заслуживает фронтальная камера. Она на 8 мегапикселей, качество фотографий с нее не очень хорошее, конечно же, но есть вспышка и есть мягкая подсветка. То, чего нет в более дорогих телефонах. Видео пишет отвратно, ночью снимает отвратно. Дневные фотки, ну оцените сами, ссылка на них будет под видео. По процессору, конечно, чудес никаких нет. Тут Helio A22 от компании Mediatek. Всего 4 ядра, правда, так-то частота 2 ГГц, что неплохо. Но, конечно, ребят, в Antutu телефон набирает 60 тысяч баллов, 64 тысячи. Понятно, что если вы на нем вдруг будете играть, то ставьте настройки минимальные, там где-то возможно. С другой стороны, NetForce Speed No Limit, есть такая игрушка, в принципе, идет нормально. Лагов каких-то я не заметил при игре на этом телефоне, играя на этом телефоне в эту игру. Но, конечно, чудес никаких нет. И хотите поиграть в какие-нибудь танки, то просто ставьте минимальные настройки, только тогда, возможно, у вас лагать, тормозить ничего не будет. В интерфейсе телефон средней тормознутости видел я и похуже, но уж совсем в дешевых телефонах. Здесь же более-менее. То есть, вот сколько за него вы платите, там в районе 8-9 тысяч рублей на старте продаж со временем обязательно будет дешевле. Столько и получаете. Каких-то скоростей ждать не стоит. Ну и об стену его бросить тоже не захочется из-за диких каких-то лагов. По крайней мере, у меня такое впечатление о нем сложилось. Модуля NFC, как вы поняли, здесь, конечно же, нет. Но, как ни странно, для бюджетного устройства полный набор модулей навигации. И GPS, и GLNAS, и Beidu заявлены. И это, конечно, хорошо. По факту, понятно, что когда бюджет ограничен, хочется купить телефон как можно более крутой. Конкурентов у него много. Xiaomi особенно выпускает множество телефонов в эти деньги. И, конечно, я бы себе купил какой-нибудь Redmi Note 5. Доплатил бы там тысячу, грубо говоря. Или купил бы просто Redmi 5. Или даже не знаю, лучше ли Redmi 6A, например, будет. Скорее всего, даже похуже этого, но все-таки. Выбирать в любом случае вам. На мой взгляд, если бы он стоял в районе там 6, максимум 7 тысяч, если закрыть глаза на плохое качество фотографии, на довольно-таки средненький аккумулятор, на немножко не то, что блеклый экран, а на грани фола яркости. И в остальном плюсы, какие в нем, это цена. По идее, напомню, особенно чуть позже, когда будете смотреть видео, я думаю, ценник выправится и будет ниже. Тройной слот. Кому-то может быть пригодится. И какие еще, не знаю, фишки складывать. Наверное, это все. В любом случае, вывод делайте сами. И напишите свой короткий отзыв. Купили бы вы себе такой телефон или нет. На этом я с вами не прощаюсь, а говорю, как всегда, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо. Если на канал не подписаны еще, обязательно подписывайтесь. Всегда много интересного.